Девушки отдыхают В этом году мы продолжаем тематическую линию, которая очень интересна для научной сферы знаний и для тех ученых, для студентов, магистратов и аспирантов, которые осваивают область прикладной математики и информатики. Мы давно ждали нашего гостя из Беларуси. Это доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой дискретной математики и алгоритмики, Пятикратный лауреат Фонда Белорусского фонда науки, дважды отличие от народного образования Республики Беларусь, Очень известный тренер школьных и студенческих олимпиад по математике и информатике, Известный ученый-исследователь в разных странах, который занят в различных актуальных проектах, связанных с его проблематикой, Владимир Михайлович Котов. Многие из присутствующих уже слышали лекции. Это прежде всего студенты и преподаватели в факультете прикладной математики и телекоммуникации. А в вечерний час Владимир Михайлович небезно согласился уже давно дать такую публичную лекцию на чрезвычайно важную тему, не только для тех, кто изучает много математики, но и для тех студентов, у кого мало математики, для тех, кто вспомнит элементарную математику, математику, которую изучали в школе. Это тема, связанная с принятием решений в условиях неполной или неточной информации онлайн-алгомитмами. Все мы живем в условиях неопределенности, и эта неопределенность нас всех волнует. Что же дальше, как же это все просчитывать, как с этим быть. Есть математики люди точного расчета, поэтому, может быть, Владимир Михайлович подскажет еще и какие-то конкретные практические шаги в этом направлении. Я с удовольствием передаю микрофон. Владимир Михайлович, мы его приветствуем. Спасибо. Ну, я постараюсь так доступно для всех рассказать какие-то вещи. Ну, может быть, если у вас возникнут потом вопросы, я приглашаю вас принять участие в дискуссии. Мне очень приятно, что такая вот публика разнообразно собралась. Мне кажется, это наиболее интересно построить лекцию так, чтобы все люди как-то поняли, о чем идет речь, и сделали для себя какие-то выводы, как это может быть применено в жизни, в реальной жизни. Не только там на практике, но и в реальной жизни, как там это принимаются решения. Правильные ли эти подходы, неправильные, можно ли им доверять. Я тогда отвечу. Ну, вы все, наверное, знаете, что вот когда мы действуем какие-то, принимаем какие-то решения, мы не всегда владаем информацией, и эта информация, как правило, тоже не всегда точна. Но даже не в этом проблема. Вот если мы, допустим, ну, это просто аннотация, следующий вопрос. Если вот я ограничу себя только несколькими такими классическими задачами, которые вы решаете очень часто. Вот есть математики, есть такие три главные задачи. Задачи выбора, задачи распределения и задачи упаковки. Вот на первом слайде у меня задачи выбора, задачи разбиения и задачи что? Задачи разбиения. Что значит? Что, условно говоря, у вас есть какие-то ресурсы, и вы должны распределить их между каким-то количеством участников, ну, скажем, между даже двумя участниками, так, чтобы они были распределены каким-то образом целесообразно. Ну, если ввести какой-то функционал, можно сказать, каким-то оптимальным образом. Вот оказывается, что даже вот такая простая проблема, она не имеет эффективного алгоритмического решения. То есть вот такая задачка, вот она, вот просто два человека, какие-то элементы. Ответить на вопрос, можно ли поделить эти предметы поровну? Эта задача очень трудная. Казалось бы, на первый взгляд, ну, она возникает всегда, но на самом деле эффективного решения эта задача не имеет. Так вам не покажется странным. Следующая задача. Задача выбора такая. Выбор такой, что у вас есть, опять же, какие-то предметы. Ну, скажем, вы хотите инвестировать деньги в какие-нибудь проекты. И у вас есть какие-то ограничения на ваши ресурсы. На каждый проект можно поставить, соответственно, массу или, скажем, доход. И вы хотите сделать такие инвестиции, чтобы что? Суммарный эффект был как можно больше. Ну, каждый из вас встречается в той или иной мере с этой задачкой. Это классическая задача выбора. Вы должны, из возможной, выбрать что-то оптимальное при ограниченных ресурсах. Ну, и третья задача – это задача упаковки. Вы хотите что-то упаковать, чтобы это было оптимальным образом. Скажем, решаются задачи. Вы хотите сделать какие-то продукты из материала, хотите сделать раскрой металла, раскрой стекла. Вы должны упаковать какие-то объекты в какие-то ограниченные стандартные вещи. Так, чтобы что? Условно говоря, допустим, отходы были как можно меньше. Или максимизируется доход из той продукции, которую вы можете получить из тех заготовок. Это три классические задачи математики. Понятно, что они ясны интуитивно всем, что это очень важная задача. Но что самое плохое, что они не имеют эффективного решения. Потому что, потому что вот есть такая проблема, что задачи НП-полноты, что есть задачи, для которых неизвестно вообще, существуют ли эффективные алгоритмы. А это значит, что если вы хотите решить задачу большей размерности, вам придется либо перебрать все возможные варианты, а их очень много, они растут экспоненциально, и поэтому никаких ресурсов, ни машинных, ничего принципиально не хватит для решения задач, реальных задач. Потому что в реальной жизни эти задачи становятся реально большими, много параметров, и просто нет эффективных решений. Второе, что для них, конечно, приближены алгоритмы. И почему нужно приближать алгоритмы? Потому что на самом деле, как правило, все данные, которые мы оперируем, на самом деле они до определенной степени имеют точность. Потому что никто вам не даст никогда точных данных. И если вы не имеете неточные данные, то, понятно, надо с ними как-то держать в уме, что эти неточные данные. Тогда зачем нам решать задачу, если мы имеем неточные данные? Ну, как бы нет смысла решать задачу, потому что эти данные не тошные, и решение задачи может вообще не соответствовать реальности тому, что мы хотим. То есть мы делаем неправильную модель, неправильные прогнозы, и потом окажется, что у нас неправильное решение. И поэтому что люди делают? Люди все-таки решили делать так, что они хотят решать не всегда точно, но обеспечить какую-то разумную точность. И поэтому большое количество сейчас есть алгоритмов, которые называются приближенные алгоритмы, но надо сказать, вот такое большое заблуждение, что вот по приближенным алгоритмам понимаете все то, что вот просто каким-то образом делает. Это далеко не так. Следующий слайд. Ну, допустим, возьмем простую задачу выбора, задачу рюкзаке. Я просто покажу пример. Вот, значит, такое, помните задачу рюкзаке? Нам необходимо выбрать такой набор данных, чтобы максимизировать суммарную стоимость предметов в рюкзаке. При этом есть ограничение на объем рюкзака. Ну, какие алгоритмы можно придумать? Ну, первый простой алгоритм. Каждый раз выбираем что? Предмет максимальной стоимости. Разумно? Похоже на правду? Если не пойдет. Хорошо. Второй алгоритм, такой как бы более продвинутый. Мы будем учитывать не просто стоимость, а удельную стоимость. И чем больше удельная стоимость, чем что? Ну, чем кажется лучше, так? Ну, какой из этих алгоритмов лучше, как вы думаете? Первый или второй? А второй вопрос. Как вы думаете, вот я гарантирую, что я хотя бы одну миллионную возьму решение? Вопрос такой. Вот кто из вас думает, что я обеспечу хотя бы какой-то процент, хотя бы миллионную часть того, что я бы мог сделать? Как вы думаете, один из этих алгоритмов дает такое решение, либо нет? Так вот, следующий слайд показывает, что на самом деле они оба настолько плохие, насколько возможно. Вот если я возьму в первом случае, что первый предмет стоит 2, а у него размер B, то он сразу забьет весь рюкзак. А на самом деле я бы мог маленьким предметом этот рюкзак хорошо наложить, и мы набрали всего 2 единицы, а могли бы B. И во втором случае я могу поступить так же. Мы набрали 2, а можно B. Если я B сделал очень большим, то понятно, что вообще даже какой-то части, миллионы даже не набрали. Ну, какой же это приближенный алгоритм? Это просто некая эвристика, которая на вид качества разумной, а на самом деле, ну, большого как бы от нее нет. Вот, то есть на самом деле не так просто придумать что. И во-вторых, если мы придумаем алгоритм, как оценить, что этот алгоритм какой-то дает разумное решение, либо что, и он слишком плох? Понятно, что такого алгоритма, что слишком плох для того, чтобы его применять. Так, ну, я так хочу. Все поняли, о чем идет речь? То есть на самом деле нужно какую-то меру ввести, которая говорит, что вот этот алгоритм приближенный и что-то струит, как разумное решение. А второй, который что? Ну, допустим, этот алгоритм просто какой-то, какая-то эвристика, которая, коль угодно, плохо строит. Следующий слайд. Ну, так вот, для этого вводится такое понятие, как гарантированная оценка. Ну, часто люди оперируют такими понятиями, как абсолютная погрешность и относительная погрешность. Физики привыкли к абсолютной относительной погрешности. Вот в алгоритмах часто иногда говорят гарантированная оценка. Она имеет какой смысл? Она говорит, что если гарантированная оценка, условно говоря, там 1,2, это значит, что половину оптимального решения мы всегда обеспечим. Если там 0,9, значит 90%. Это для задачи на максимум. А если оказывается, что задача на минимум, тогда эта величина будет больше единицы. Потому что если мы делим, в знаменателе стоит число меньше, поэтому она будет стремиться больше единицы. То есть во сколько раз мы можем ошибиться, условно говоря. И вот, конечно, желательно что? Ошибаться как можно меньше. То есть строить такие решения, которые достаточно близки к оптимальному, и при этом мы их достаточно хорошо решаем. И это тем более, что если мы знаем, что данные неверные. Вот. Как это делать? Какие методы есть? И вот есть различные методы, которые позволяют эти вещи делать. Вот одним из самых таких продвинутых схем есть так называемая эпсилон-приближенная схема. В английской аббревиатуре это называется PITAS и FPITAS. Полиномиал тайм-приксимейшенским. Приближенная схема, это на самом деле не алгоритм, а это некая схема, которая позволяет сначала задавать точность, а потом строить алгоритм, который эту точность обеспечивает. Условно говоря так, что вы можете задать любой параметр эпсилон больше нуля. И после этого вы можете построить эффективно алгоритм, который вам решает эту задачу с данной относительной погрешностью. То есть вы можете задать 1 миллионная, и вы можете решить задачу с точностью 1 миллионная. Вы можете задать задачу 1 миллиарда, и вы можете решить задачу с точностью 1 миллиарда. И он будет пока эффективен. Почему он эффективен? Потому что в данном случае трудоемкость алгоритма, то есть количество операций, ну, так грубо, она будет зависеть от двух параметров. От того, какая большая задача, и от величины единицы на эпсилон. Условно говоря, чем хотите вы точнее решить задачу, чем вам больше придется сделать что? Работы. Более сложно будет алгоритм. Это будет некий параметр, который является особенностью алгоритма. Вот есть такие схемы для большинства таких задач. Допустим, для задачи, которую мы осмотрели в рюкзаке, можно решить с любой точностью. То есть построить такой алгоритм. И чем это хорошо? Так вот, оказывается, при построении таких алгоритмов делается даже такая интересная вещь. Вместо того, чтобы решать задачу точно, делается огрубление. То есть, условно говоря, берется некий множитель, и параметры задачи делятся на этот множитель. И после этого задачу становится легче решать. Так вот, идея стоит в том, что нужно выбрать такой масштабный множитель, чтобы вы не сильно испортили задачу, но при этом обеспечили высокую производительность. Вот есть такие методы, которые так делают. И они очень популярны на Западе, потому что, сами понимаете, что вместо того, чтобы решать, вы делаете огрубление. Огрубление фактически приводит тому, что, ну, там, условно говоря, если вместо того, чтобы решать в рублях, вы решаете, условно говоря, в тысячах рублей. И задача становится практически с точной точностью, но очень эффективной. Тем более, что данные неправильные. Вот такие подходы есть, которые я студентам рассказывал. Им понравилось, по крайней мере, я так думаю, что многие скажут, первый раз слышали такие вещи. А теперь я пока что речь о том, что, на самом деле, задачи, данные не совсем корректные, и поэтому что? Мы можем что? Вот таким способом, огрублением, добиться что? Высокой точности, даже с учетом того, что данные не верны. Мы сами, условно, огрубляем, но за это очень хорошо решаем. Ну, я такую задачу, ну, я когда был на фирме, которая делает трейдинг, и они там пытались там вот всякие показатели решать, они точно хотели решить задачку. Там 15 показателей, они решали там чуть ли не сутки. Ну, я там сказал, зачем так решать? Вы давайте 99%, и я 100 параметров там загонял за 10 минут, все эти параметры пообсчитывал. Потому что это такой механизм, который очень эффективен для вот таких массовых задач, когда, ну, все равно там не совсем достоверно. Вот, может, кого-то заинтересует, тогда можно вот такие подходы, потому что, может, многие не знают такие вещи. Что искусственно делается вот такое огрубление, но зато очень ускоряется, хорошее решение строится, близкий к оптимальному, с любой точностью. Вот теперь онлайн-версия задачи. Вот что вообще, говоря, такое онлайн-версия задачи? Вы у всех на слуху онлайн-версия задачи. Так вот, онлайн-версия, заметьте, я говорю онлайн-версия задачи, мы не говорим о онлайн-алгоритмах. Потому что, вообще говоря, любой, любая задача, она может в двух ипостачах, и даже в нескольких ипостачах. Вот когда мы, когда все данные заранее известны, это называется оффлайн-версия задачи. Она предполагает следующее, что мы можем, у меня все данные есть в наличии, и мы можем с этим данными, что хочется оперировать. Можем менять решение, можем исправлять решение и так далее. А вот в математической онлайн-версии задачи считается так, она строится, что заранее нет никакой информации. Допустим, вот мы решаем задачу о том же разбиение, простую задачу, разбиение. Мы не знаем информации, какой клад мы найдем, и сколько там, условно говоря, будет элементов. Каждый раз мы получаем какую-то долю информации, мы должны принять решение, что с этой долей информации делать. Условно говоря, если мы достали какой-то предмет, мы должны сказать, кому мы его отдаем. После того, как мы отдали этот предмет кому-то, мы уже не можем изменить решение. Вот такие вещи. Дальше. То есть она становится неизвестным только на очередном шаге. И, то есть, когда поступил предмет, когда, условно говоря, вам дали работу, вы уже знаете про ее длительность. Вы заранее же не знали, какая длительность. Что? И после этого что? Назначено, решено, и после этого все остановилось. Но это такая жесткая версия онлайн-задачи, потому что есть такие flexible, которые там можно изменять решение в определенных случаях. Я потом, если у вас появится, я просто расскажу немножко, но есть другие версии задач. Ну, допустим, следующее. Вот, допустим, рассмотрим такая есть классическая задача. Задача об аренде лыж. Смысль такой, что вот вы любите кататься на лыжах с горочки. И вы можете, у вас есть два выбора. Вы можете купить лыжи и кататься, а можете их арендовать. Ну, а сами понятно, что это же такой процесс, что непонятно, сколько вы будете эти лыжи что использовать. И поэтому вам нужно решить, когда покупать лыжи. Сразу или что? Через какое-то количество поездок. Потому что эти поездки вам покажутся ненужными по определенным причинам. Потому что жизнь, это онлайн-жизнь. Вот. Вот как бы вы поступали, словно говоря? Когда бы вы решили, что нужно покупать лыжи? Я эту задачу студентам, кстати, не давал. Я оставил публике. Все понимают, о чем идет речь? Вот у вас условия стоимость встречи. С, а проката один. Вопрос. Когда нужно покупать лыжи? В какой момент нужно покупать лыжи? Нет, с и единица. Отношение с. Математика. Если с и один, отношение с. Что? Когда понимаешь, что часто стали лыжи. До этого и не сдавать? Ну, хорошо. Давайте я следующий слайд. Если деньги есть, то покупаешь. А, вопрос. А во-вторых, как? Следующий вопрос. Как оценивать алгоритм? Вот. А теперь вопрос. Прежде чем сказать, как делать, мы должны сказать. А как оценивать алгоритм? Хороший он или плохой. Правильно? Так вот. Следующий. Так вот, есть пока один из таких самых распространенных приемов. Это сравнительный анализ. Сравнивается решение, которое вы построили для онлайн-версии. С каким решением сравнивается? С оффлайн. Правильно. Потому что другого нет. А как сравнить? Потому что если у вас подаются разные данные, трудно сравнить. И вот такой способ оценки вашего алгоритма называется сравнительный анализ. Ну и понятно, что сравнительный анализ фактически что? Сравнивается с значением решения онлайн-алгоритма с значением оптимального решения оффлайн-версии задачи. И это тоже в каком-то смысле это гарантированная оценка. Она говорит, насколько вы гарантируете что? Качество вашего решения. Понятно? Ну давайте тогда. О, такая вот. Давайте сделаем так. Мы сделаем по-простому. Мы S-1 раз будем арендовать лыжи, а на S-1 раз купим. Что означает? Понятно, что до шага S-1 мы поступаем абсолютно что? Оптимально. Почему? Потому что зачем нам купить, а потом оказалось, что мы ни разу не ездили. Поэтому что? Поэтому получается, что если мы покупаем, то понятно, что мы можем ошибиться. Ну здесь видно, что такое отношение не более чем в два раза. Ну в принципе хорошо, что два раза это не так уж много, но по крайней мере мы гарантируем, что наша ошибка будет не более чем в два раза. При самом что неудачном стечении обстоятельств. Вот такая вот схема, она, ну нельзя сказать, что она адекватна, но она понятна, она аргументирована в том плане, что по крайней мере есть какая-то математика, основа, которая лежит. Таким образом, фактически это есть некая гарантия, аналог гарантия оценки для приближенного алгоритма, но в такой вот немножко своеобразной трактовке. Хорошо. Так, а вот особенность таких алгоритмов, вот чем такая особенность? Так вот, особенность этих алгоритмов стоит в том, что у них есть так называемая нижняя граница, которая говорит, что если вот условно говоря есть какая-то нижняя граница, то вообще в принципе нельзя построить алгоритм, который будет работать лучше. То есть, как бы вы ни делали, найдется такой плохой случай, когда что? Будет плохо. Ну, например, это означает, то есть нижняя граница, она, допустим, если равна альфа, это говорит, что не существует алгоритма для лан-версии задачи, у которой гарантия оценка лучше альфа. Ну, например, какой-нибудь простой пример. Вот, ну давайте, задача разбиения. Вот, давайте сделаем простую стратегию. Будем каждый раз давать тому, у кого меньше. Разумная стратегия, правильно? Ну, два раза. Вспоминаем задачу. Вот у нас мы находим элементы, берем по очереди и даем, кому давать каждый раз? Мы даем каждый раз тому, кому что? Меньше. Хорошая стратегия или плохая, как вы думаете? Вот она говорит, что ошибемся не больше полтора раза, можно доказать. Я не буду доказывать, я просто говорю, что не больше полтора раза. Это хорошо или плохо? Как вы думаете, стратегия хорошая или плохая? Вот, хорошо. Вот видите, мнения разошлись. Вот, они всегда очевидны. Следующее. Так вот, давайте. Вот оказывается, что оценка, остановимся. На самом деле это лучше из алгоритма. Почему? Хорошо, давайте скажем. Предположим, что мы хотим построить алгоритм, у которого оценка лучше, чем три вторых. Я обещаю вам построить алгоритм, который работает лучше, чем этот алгоритм. Хорошо, говорю я. Давайте, даем один. Кому даем этот предмет? Не, хорошо, согласен. Следующее. Еще один. Кому даем? Потому что мне уже давать нет смысла, потому что я скажу, стоп, предметы закончились. Вы-то обещали, что ошибиться полтора раза, ошиблись два раза. Это понятно? Хорошо. А я тебе говорю, два и закончились игры. А вы же мне обещали лучше трех вторых. Не получилось. Все понимают, почему не получилось? А если было четыре? Что четыре? Я говорю о том, что я показал и доказал вам, что лучший алгоритм, что построить принципиально нельзя. Что нельзя придумать алгоритм в общем случае с оценкой лучше, чем три вторых. А тот алгоритм с трех вторых, значит он с точки зрения двоих оптимален. Но надо сказать, что оказывается он оптимален только для двух до четырех. Начиная с пяти он не оптимален уже. Есть другие версии, есть другие способы, которые могут построить лучше. Этот не становится оптимальным алгоритмом. Начиная с пятерки уже начинаются другие алгоритмы. Я не буду о них рассказывать, они достаточно сложные, но они, вот так сказать, они есть более оптимальные. Вот, хорошо. Таким образом, допустим, вот вы хотите упаковать предметы. Вот вы хотите предметы упаковать, условно, в контейнер. У вас есть множество контейнеров. И вы хотите упаковать эти предметы в минимальное слое контейнера. Ну, это задачи в логистике возникают часто. Как это сделать? Ну, допустим, есть две стратегии. Первая стратегия. А упаковываем очередной предмет в первый подходящий. То есть смотрим контейнер. Первый входит, второй и так далее. Первый подходящий. Понятна в чем схема? Просто первый подходящий, который есть. А вторая стратегия. В лучший подходящий. Это значит, что мы из контейнеров выбираем тот контейнер, который загружен максимальным образом, но в который еще можем что? Его добавить. Как вы думаете, какой алгоритм лучше? Второй. Второй, да? Ну, ничего подобного. Они одинаковые. Они работают одинаково. Вот. Хорошо. А теперь вот давайте я придумаю другой алгоритм, который будет казаться совершенно другим алгоритмом. Вот такой алгоритм. Я вообще... Заметьте, что в том решении мы должны были держать очень много открытых контейнеров. А, кстати, вот в том алгоритме оценка в 1,7 раз. Вы можете ошибиться на 70%. А теперь вот давайте рассмотрим такую версию алгоритма. То есть мы будем делать так. Мы введем большие предметы. А1. Это те, которые только один такой предмет влезает в контейнер. Больше половины. Второй класс А2. Это те, которые два влезают в контейнер. Больше 1,3, но меньше половины. Не больше половины. Следующие. И так далее. И вот мы введем 6 классов. Предметы А1, А2, А3 и так далее. А6. А6 это те предметы, которые не больше 1,6. Все понимают, что такое предметы? Вот я установил, взял эти предметы. А я теперь вот предлагаю такой алгоритм. Значит, первое. Если приходит большой алгоритм А1, я кладу его в контейнер, закрываю, долой. Если приходит второго класса предмет, я кладу его, смотрю, если у меня открыт второй, я кладу его второй, закрыл, долой. Если приходит что? И так далее. Третье, понятно? Я кладу предмет только в свой класс. Никаких путаниц, ничего. Здесь только первого, здесь только второго, там только третьего, там только шестого. Как вы думаете, какой лучше работает? Это этот или предыдущий? Предыдущий. Вот работает лучше этот. Во-первых, почему он лучше? У него два преимущества. У того оценка, тот ошибается на 70%, этот ошибается максимум на 66%. Но кроме того, в этом контейнере, в этом случае вам необходимо держать только шесть открытых контейнеров, пять даже. То есть вам не нужно заботиться о том, что у вас ряд вы куда-то проверяете. Вы просто вот так вот, просто, по-простому ставите. Кажется невероятно, но это так. И так далее. То есть вот здесь возникают такие... Я не быстро говорю. А то я иногда увлекаюсь и... Всем... Да. А принимается, что распределение предметов по классам одинаковое? Неважно, я просто беру, я говорю. Я его... Я сам вожу такую классификацию. Если выведется другую, может получить другой ответ. Я, допустим, ввел такую классификацию. Вот. Поэтому вот на самом деле, что это говорит? Это говорит о том, что вот какая-то определенная классификация вот в онлайн-алгоритмах, она что? Она позволяет что? Каким-то образом что делать? Принимать более что адекватное решение. Там даже неважно, в принципе, там плюс-минус какие-то пять баллов. Мы просто, ну как, наверное, все рукоители понимают. Вот это что? Хорошее там, меньше, большой, маленький там, средний и так далее. И вот на... Даже на основании вот такой информации мы можем сделать более что? Правильнее. Казалось бы, тот алгоритм, казалось, мы упакуем, там, стараемся добавить что-то. А мы здесь вообще ничего не добавляем. Мы просто, условно говоря, так красиво, элегантно закрываем эти... А все, в конце концов, становится лучше. Следующее, значит, так. А теперь вот есть, ну, сами понимаете, что есть фактически два края. Вот этот край оффлайн, когда все есть, это нереально. Онлайн-то тоже нереально. Должно быть что-то посередине. И вот то, что посередине называется Семи-онлайн. Семи-онлайн — это такая версия задачи, какая-то, какая-то имеется общая информация дополнительная. Ну, допустим, какие могут быть? Количество предметов известно. Ну, допустим. Заранее известно количество, допустим, работ, которые вы должны выполнить. Второе. Можно видеть, можно работать не с одним предметом, а с каким-то буфером. Ну, допустим, когда вы грузите или разрушаете корабль, у вас есть поддон, допустим. И вы видите не один предмет, а что? А видите набор предметов. Вы можете выбрать. Третье, допустим. Допустим, знать суммарную вес или суммарную стоимость предмета. Четвертое. Допустим, что они поступают в определенном порядке. Не просто так в разнобой, а поступают в определенном порядке. Есть какой-то закон, по которому они поступают. Вопрос. Вот эта информация может нам помочь что-то сделать лучше? Ну, реально, что мы так какую-то информацию, предположение, какие-то предполагаем. Вот это как бы и вот такая, они называются семи-онлайн-версии. Ну, как вы думаете, какая из них наиболее сильная с точки зрения того, что она помогает нам принимать более адекватное решение, строить более, ну, хорошие алгоритмы с точки зрения. Какая у вас, как вы думаете? Что? Допустим, количество. Или можно видеть К. Видеть К. Или, допустим, знать сумму. Или поступает возрастание. Видите, у вас возникли 100 разночисления. То есть, каждый думает по... Ну, на самом деле, конечно, самое сильное – это последнее. А вторая по силе – это третья. Да. Ну, и по списку. То есть, первая-вторая практически одинаково. Как ни странно оказывается, вот первая-вторая одинаково. Я потом приведу такой пример из практики, который я делал, которая показала, что, вообще говоря, вот то, что мы видим или что мы знаем, какой-то буфер, это никакой, в принципе, большого смысла не несет. А вот какие-то общие такие, как упорядоченность, суммы, они достаточно хороши. Следующий. А, ну вот, скажем, я могу использовать доску, наверное, да? Или как? Возможно, да? Просто я не написал здесь, я просто могу показать просто какую-нибудь вещь, как, условно говоря, можно показать, что вот если мы распределяем на два человека, но знаем общую сумму, то мы можем обеспечить 4 третьих. Но есть алгоритм, который лучше 4 третей тоже не делает. То есть, эта информация полезна. А если мы знаем буфер хоть какой-либо длины, все равно остается 3 вторых. Буфер никакого отношения к этому не имеет, к улучшению. Ну, я могу показать, если вы хотите, а вот можем поиграть. Я скажу, что вот я, допустим, говорю, что мы знаем сумму. А, там, да? Знаем сумму. Допустим, сумма равняется 2 для красоты. Я говорю, что вы никогда не придумаете алгоритм, который работает лучше 4 третей. Ну, допустим, попробуем показать, что вы хотите сказать. Я придумал алгоритм. Хорошо, говорю. Простые аргументы. Я подаю 1 треть. Кому даем? Первому или второму? Ну, допустим, даем первому. Я говорю, еще 1 треть. Два варианта. 1 треть и сюда 1 треть. Либо второй вариант. 1 треть, 1 треть. Хорошо, если вы решили таким образом, я говорю, а теперь у меня 2 третьих и 2 третьих. И вы что? Никак не сможете делать. Если вы поступили так, я говорю, 1 треть и единица. И вы тоже что? Ничего не можете сделать. Но, оказывается, можно просто простым способом решить задачу 164 трети. Тоже, можно использовать такую информацию, решить 164 трети. Выбрали? Вот. Вот так вот, пока. Таким образом, сами понимаете, что очень важно, что? Понимать, какая информация для вас все существенна, а какая пройдется. В принципе, ее не несет никакого смысла, никакой возможности улучшить качество построенных решений. Вот. И поэтому вот, допустим, известна суммарная стоимость предметов. Так вот, смысл такой, что на самом деле, если известна суммарная стоимость предметов, нет смысла, вообще говоря, когда мы распределяем, не знаем что, нет смысла распределять поровну. Почему не смысла распределять поровну? Потому что можешь прийти в конце что-то вот такое плохое, которое все испортит все равно. Понятно, да? Сами знаете, что всегда, вот как что-нибудь, все вроде бы хорошо, порассчитали, а потом в конце что-нибудь так, бах, и все, и стало все, что. Все плохо. Вот. Поэтому вот есть такая идея неравномерного распределения. Вот оказывается, что дальше следующее, что можно каким-то образом, каким-то образом распределить, такое какое-то, придумать какое-то что, план распределения, который что? Который позволит что? Поддерживать это неравномерное распределение при любом возможном поступлении данных. То есть, условно говоря, есть маленькие, средние, там и так далее. Когда приходит большой, вырук маленькому, когда приходит средний, ну и так далее. И каждый раз комбинирует такие вещи, эмоция что? Держать что? Такую структуру. И для вас вообще говорят, что? Всегда будет какой-то компенсатор, который что? Позволит что? Это как-то что? это просто разрешить я просто говорю об идеях не говорю как реализовать я просто говорю о том идея второе есть такие вещи как называется группа различной конфигурации которая тоже позволяет какие-то не одно и не одного типа они а нескольких типов которые позволяют что поддерживать что какие то инварианты говорят математике которые позволяют в рамках этих все время обеспечить то что мы никогда не выйдет не будет решение слишком плохим она будет каким-то немножко усредненным конечно кто-то будет немножко больше кто-то немножко меньше но она не будет плохим никогда и вот можно вычислить такие параметры которые обеспечивают такое вот допустим для этой задачи вот недавно я был статью которая там одни доказали что нельзя построить ниже там один пятьсот двадцать пятьсот восемьдесят пять и мы построим горит которые самые лучшие с точки зрения этой точности то есть фактически оптимальный алгоритм построили следующем ну вот допустим я такой решал практически пример упаковка сардинок смысл такой что вот есть конвейер который движется технологическая линия и на этой линии стоит два устройства одно это это глаз который смотрит длина сардинки она может видеть какой-то там какой-то но видит какой-то количество сардинок там как сардинок то есть буфер а вторая эта рука которая уже может взять сардинку и после того как она берет она уже знает ее массу и должна положить коробочку баночку но при этом нужно одно требование сделать чтобы баночки было не менее какого-то количество масса допустим не меньше 100 граммов больше можно но меньше нельзя ну а задача чего стоит максимизировать слова ночи которые вы что выпустите с этого конвейера вот и когда мне приглашали сказали ну давайте рассчитаем какую там сколько сколько виде там там 5 5 этих сколько на 5 метров там 10 метров я показал что на самом деле вы хоть всю смотрите этот глаз он никакой роли не играет я пошутил потому что сардинки бывают длинные на худые коротенькие на толстенькие а а лучше всего было место особо убрать этот глаз который вообще никакой роль не играет а поставить вторую баночку и вот оказывается вот если у них была технологическая линия которая может ошибаться на 20 процентов а вот если поставить убрать согласно не нужно я поставил вторую баночку то можно добиться того что на погрешность максимум 8 процентов то есть на самом деле вот такие есть вещи которые что катака которая кажется как заранее как бы к вроде бы а если там все делать всякие припроцессинге то можно еще кто лучше но смысл такой стоит вот вот такие вещи которые кажется на первый взгляд но здравый смысл они что на самом деле с точки зрения математики они что ничего не привносят вот ну я хочу сказать спасибо за внимание то плане все я бы конечно раз хотел напрягать но может быть у вас возникли вопросы и я бы может быть здесь на вам я уже там у меня было много математики математики я понял что когда я сегодня пришел думаю публика слишком что разнообразная вот и я могу рассказать по проекты которые делал там всякие вещи интересные но может быть вам будет просто интересно просто пообщаться плане так я даже быстрее закончил я планирую за 50 минут но как-то я быстро наверно говорил увлекся я всегда увлекаюсь когда рассказываю всякие вещи такие мои любимые как надо принимать решение когда мы ничего не знаем может быть а ну еще прокомментирую какие-то то есть я постарался вам рассказать о просто о понимании потому что часто говорят а ну есть конечно еще другие типы алгоритмов которые условно называется вероятностные когда нужно принимать решение там когда какая-то статистка есть вот допустим игра на бирже или там принятие систем массового обслуживания но я не скажу что это большой специалистом деле поэтому я решил ограничиться вот таким вещами потому что это мне кажется доступно всем что я рассказывал и понятно и я бы мог привести какие-то теоремы которые говорят что так надо делать так не надо делать но я хотел выразить простую такую вещь что на самом деле вот кажется иногда что кажется вот идея абсолютно правильно интересно и так далее но она оказывает как правило почему-то плохо работает а иногда самые такие простые идеи которые вот казалось что там вот они они работают и второе что хотел подчеркнуть что на самом деле вот когда мы решаем такие реальные задачи ну как в старые времена вот есть такая тоже такой подход который называется серия алгоритмов когда мы можем даже очень простые алгоритмы решать но они должны быть разные если мы принимаем что запускаем разные алгоритмы быстрые то как правило если мы выбираем из них лучшее решение то она тоже хорошо работает у меня были доказательства которые там были и известны в общем серии я даже доказал простой серии что один говорит плохо работает другая работа а если допустите один и второй то выбрать лучшее решение то это оптимальное решение вот есть алгоритмы которые там восемь возможных вариантов рассматривают и доказывают что из из один из восьми вариантов обеспечивает точное решение это говорю о том что иногда не нужно стремиться как бы строить точное решение то что точное решение что она во первых тяжелая для для построения а второе что иногда но что ну не соответствует не просто не соответствует что реальной задачи и вот это ну как бы вот все должны понимать что в силу разных причин там объективных не объективных так далее вот вот я хотел вот это больше всего отобразить то что я не сказали все таки это гуманитарная или к но математическая но я просто думаю что сказать я как-то показала что все поняли о чем я говорил надеюсь что как это было в в в в в в в Продолжение следует...